Учащиеся второй школы будут изучать жизнь растений с помощью современного робототехнического комплекса. Проект «Умная теплица» стал победителем программы инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». Автор этого агрономического проекта – руководитель центра «Точка роста» Лилиана Половко. Главная цель, говорит педагог, – это дать детям базовые знания о растениях, научить их правильно выращивать. В нашей школе развиваются инженерно-технологические компетенции. И с 2020 года работает «Точка роста», которая позволяет ребятам это делать. У нас современное новое оборудование. И данная теплица станет следующим шагом развития. Проект «Умная теплица» стал победителем программы инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» в 2022 году. На грантовые средства было закуплено необходимое оборудование. Робототехнический агрокомплекс включает в себя бокс для выращивания рассады, различные датчики и программное обеспечение. Почти как лего, то же самое. Даже интереснее, потому что есть электроника. Тут программа есть, которую надо саму тоже запрограммировать. И это очень все интересно, я считаю. Пока одни ученики занимались сборкой теплицы, другие уже посеяли семена для рассады. Шестиклассница Азалия Абдурахманова любит исследовать. Недавно она представляла свою работу о субстрате для выращивания микрозелени на региональном конкурсе «Тропа открытий Вернадского» в Новом Уренгое. В теплице она хочет вырастить цветы для озеленения территории школы. Цветы всегда должны быть в доме. Они всегда приносят красоту. И можно их высадить во двор школы, чтобы было и во дворе школы красиво. Уже весна и у нас скоро растает снег, поэтому нужно зазеленить территорию школы. И мы решили посадить цветы, дружбу и приму. С момента запуска проекта «Уютный Ямал» в округе за счет инициативного бюджетирования было реализовано более 900 проектов. По результатам голосования в этом году на Ямале притворят в жизнь более 100 идей северян. Продолжение следует...